Насчет кризиса, могу сказать, могу вспомнить старый анекдот, два старых еврея, как вы думаете, Рубинович, будет коммунизм или нет, вообще мы дождемся, он говорит, мы не доживем, но детей жалко. Слушай, кризис это такая штука, волна, цунами, к кризису надо быть готовым, не надо покупать много долларов или много евро, понемножечку, имейте рубли в равной степени, рубли, евро и доллары, даже китайские иены, или как они там называются, юани, понемножку. Тем более, что у нас есть такая манера, немножко в подушку, немножко тратить, у нас, в общем, половина народу не держит в банке деньги, не для нашей страны это горе, это горе для тех, кто рассчитывает на свою жизнь, вот, в смысле банков, понимаешь, они рассчитывают, да, и вдруг обвал в банке и все. Вот нас кризис меньше всего коснется, ну, подорожает немножко молоко, яйца и сахар, на овощи перейдем, мне не страшен, я пенсионер, мне кризис не страшен. Для больших предприятий, для государства, не знаю, будет он или нет, или вообще-то он всегда и есть, он, кризис всегда есть, и он продолжается. Обратите внимание, как ни странно, вроде кризис-кризис, а доллар дешевеет, подешевел уже на 2 рубля. Объясните это, я не математик, не экономист, раз он подешевел, если я куплю немножко, есть у меня там лишние тысячи рублей, я куплю себе доллары, понимаешь? Хе-хе-хе.